друзья мои всем здравствуйте мы уже в ярославле отдыхаем по полной программе но если можно это так назвать отдыхом отдыхать мы начали сегодняшнего дня хотя уже третий день в ярославле но все дела заботы как-то не до отдыха было будем сегодня дома я вам покажу и расскажу чем мы занимались предыдущие два дня ну а сегодня хороший день солнышко тепло отдел мы уже практически освобождены и приехали на один из пляжей ярославле кстати здесь очень много пляжей мы начали гуглить просто много на реке кота росли на волге а мы приехали наверное на самый ну может быть один из самых дальних пляжей это карьер русские карьеры называется пляж байкал сейчас я вам покажу где он находится смотрите какая вокруг красота пару карьер в бару здесь детская площадка очень много автомобилей автомобили как за шлагбаумом останавливаются так и можно заезжать сюда ну за определенную плату мы не знаем сколько мы здесь не на автомобиле передвигаемся приехали сюда на такси ехали мы 9 километров с кировского района вот сюда в заволжский район 9 километров 350 рублей цена за такси ну хотя здесь есть остановки возможно обратно мы поедем на автобусе но мы обдумаем этот вариант посмотрите как тут классно чистый свежий воздух читали отзывы по отзывам это самый самый теплый водоем и самый чистый так мои уже куда-то ушли так мне это напоминает одно очень интересное место я это обсужу сергеем сейчас я его догоню и мы обсудим этот момент что же мне напоминает это место коряги так вот такие здесь столики лавочки замечательное место для пикников можно даже с ночевкой с палатками сюда приехать я так думаю было бы интересно сегодня выходной день столько много народу учу-то подул такой знаете ветерочек свежий хотя когда мы вышли из дома было прям ну жарко тепло нас то солнце прям припекает а вот здесь как-то свежо прохладный ветерок ну возможно даже не получится если искупаться то мы хотя бы посмотрим на это место смотрим на карьер посмотрим на пляж и уже будем стать стоит ли сюда ехать в следующий раз знакомиться с ярославлем и с его пляжами же надо с чего-то начинать мы начали вот самого дальнего вот и в палатках как раз таки молодежь шашлыками пахнет ну мы конечно без шашлыков мы так взяли небольшие перекусы у нас все-таки это можно сказать разведка так а тут можно что-то даже приобрести ларёчек кофе наверное напитки какие-то музыка играет не было бы нарушения иду по песочку стыть сочку и до не место конечно классная сюда вот на автомобилях на квадроциклах можно покататься да там на входе стояли квадроциклы можно взять в аренду и поездить пироша говорит идешь как улитка сколько здесь народу не знаю смотрите сами где вам удобнее мне все все в песке будет хотя он такой он не влажный песок его отряхнул да пошел зрителями поздоровайтесь как как ярославль вас встретил вас вас ну лично вас как он встретил затянулось небо вот расположились наши мальчишки уже разделись переоделись слушайте такая большая береговая линия здесь до серёжа прям не ну смотри прям полностью 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 он до туда песочек горячий ирончик сергеем пошли в воду серёжа уже искупался говорит вода холодная где-то двадцать два градуса холоднее чем на кавказе купаются одни дети в основном плавный заход озера водичка конечно не совсем не совсем чистая не совсем прозрачная но это песочек хороший заход да все ложись давай на круг ложись хочу бояться то ложись на него и все и плыви что мне на это напоминает вот этот пляж в иркутске помнишь мы тоже тоже наподобие в бару был какой-то комплекс мы ездили там пляжи то не был просто не литка речушка в траве было этом разве речка метров 10 было в траве там вот такого пляжа не было не ну то что там да то что именно такого песчаного не было что вору ну спуск можно было спуститься тоже к водоему я у честно говоря не помню озеро там или река ну вот да а вот наверху в бару прям столики беседки все то же самое именно по природе то же самое большой карьер интересно какая здесь глубина мир он ты можешь просто лечь на круг просто вот так прям ляжет до он до меня докопался или может съесть попой туда сесть только ты ром прям спинкой ложись он прям вцепился руками вцепился ты ложись прям спинка расслабься мирош вот и ручки можешь ручки чуть-чуть при отпустении у тебя капец ты чё их так напряг отпустили так погода начала портиться уехали мы с карьером немножко позагорали мы софии купаться ну не купались так ножки помочили немножко наши мужики немного искупались приехали в ярославль в центр города театр юного зрителя детская площадка такая тут большая площадка слушайте номер он сразу узнал это место мы сюда подходим он говорит мама мы здесь тобой были игру конечно были в прошлом отпуске мы ходили сюда на представление буратино вон фонтан садрить все дети раздеты шортах в трусах но небо смотрите затянуло затянуло прям сильно солнце исчезло вот так-то тепло все-таки лето с маленько погуляем пойдем домой пойдем в сторону дома мы специально до дома не поехали вышли пораньше на остановке улица свободы вышли пораньше чтобы мироша погулял на площадке ну и мы прогулялись до дома ну иди ну иди ну иди не можем уговорить мирончика пойти домой но любит он у нас детские площадки потом его не вытащишь хотя у нас дома в династии замечательная площадка здесь просто детей больше о папа уговорил как-то ну ничего себе пойдем пойдем все мы дома мои побежали домой пошел дождь я магазин вот с продуктами немножко продукты купила тоже иду домой иду вся промокла волосы закудрявились то вы знаете на материке летом промокнуть не страшно дождь теплый на улице тепло ветер теплый поэтому не беда ну вот друзья мы дома в ярославле видео снимаю только сегодня спустя уже ну третий день мы уже сегодня здесь не снимала видео потому что было очень много работы много дел приехали давай наводить порядке все мыть вымывать столько пыли было в общем два дня у нас ушло только на мытье нашей квартиры мыли окна в общем все все помыли все теперь у нас чистота порядок избавились от слоя пыли но также занимались покупками давайте покажу что мы еще приобрели в этот наш отпуск ну вот софья тут уже разгружает холодильник купили мы сходили сегодня с ней на рынок купили дворок домашний деревенский шанс будет серьезная улыбни опять комментарии поступают дочь у вас такая красивая но очень редко улыбается так тут у меня тут у меня варится горох на суп гороховый здесь копчености буду делать буду варить гороховый супчик надо можно уже что-то варить спокойно и смело мы приобрели холодильник а то два дня у нас так было на сухомесе можно сказать ну не на сухомесе я конечно готовил мучить на раз и приготовила поели приготовила по и в общем купили мы вот такой холодильник большой в днс вот морозильная камера три отделения тут уже на рынок сходили я уже закупила мясо мясо не могу я вот покупать различные полуфабрикаты вот эти в магазинах пятерочках и так далее не надо самой все готовить все затарили немножко холодильник все с рынка вот это вот правда не с рынка с пятерочки невкусные помидоры дешевые в пятерочки сколько они стоят 140 по моему но невкусные вот купили на рынке хорошие 220 рублей помидоры и вот такие вот 120 рублей огурчики вкусные также что виноград софта захотела запросила зелень колбасы такое мясное вот так что вот такой вот у нас холодильник так ну это у нас не единственная наша покупка еще такая вот у нас мелочевочка вот сергей установил нам зеркало девчонка ой я такая кудрявая вообще смотрите как у меня закудрявится волос после дождя такая я кудряшка то мой натуральный натуральные кудри в общем установил зеркало потому что в прошлый раз мы были без зеркала крайне неудобно так и еще у нас покупка это телевизор так мужики лежа мужики лежат мирошка хироша в общем телевизор мы купили для мирончик вам уже так сказать нас постоянно показывают мультики 108 диагональ нормально больше к нам комнату не надо вот такие покупки еще также еще также приобрели софьи постельная потому что в прошлый раз мы покупали только мирончику под подушку одеяло в этот раз и софи тоже купили подушку одеяло комплект постельного белья вот поэтому мы два дня занимались уборкой ездили по городу закупались в общем вот такие у нас дела все теперь уже можно смело отдыхать что мы собственно говоря и будем делать мы с сергеем смеемся говорим только вот приедем в ярославль наведем порядке обустроим наше такое гнездышко только войдем в эту колею уже опять надо чемоданы собирать его уезжать к нам тут осталось опять неделя можно так сказать грубо говоря и мы опять поедем дальше в путь дорогу вот следующий отпуск все-таки надо в ярославле хотя бы месяц прожить пожить погулять посмотреть не все делать в ппх в усталости каких-то заморочках делах и так далее а прям вот приехать и полноценно отдыхать потому что ну пока честно говоря не получалось ну все все мы в принципе такое уже необходимое закупили тех для проживания уже все есть и техника есть самое необходимое и мебель есть очень приятные хлопоты прям приятно я конечно уставала вот эти два дня и спина болела и ноги болели домой приходила просто так вот звездой ложилась и спала я еще матрас купила вот завтра нам еще придет матрас не могу я спать на вот этом матрасе эти матрасы мы приобретали вместе с кроватями естественно я их не видела я не знала что это за матрас и просто лишь бы было потому что я приобретала это по интернету делайте покупки чтобы приехать и в этот же день что нам привезли уже спальные места поэтому вот что было то и приобрела не могу на не спать на этих матрасах не очень но не такие фиговые они дешевые и я не знаю что там внутри по могут вообще какая-то просто какой-то поролон и не более ну мне крайне неудобно сергей сергей нормального этому поможет но так как у меня болит все тело утром спать мне все болит все бока все ребра все кости думаю не надо ехать покупать матрас поэтому я еще приобрела матрас но тоже недорогой конечно за 11000 недорогой тоже самый такой один из самых бюджетных но по крайней мере лучше чем вот этот на котором мы спим мы на этих мы на этом матрасе будем спать в году там от силы три недели нам дорогой не нужен вот все нет очень не буду кушать спасибо ну все друзья буду на этом заканчивать видео буду готовить суп и отдыхать вот так увидимся в следующем выпуске всем пока